Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ладно, будем хорошо думать Невестка, дочка Не называйте меня больше невесткой, пожалуйста Почему? Что случилось? Спросите у своего внука Смотри, он разбил тебе сердце Что-то плохое сделал Что еще может сделать? Ваш внук любит не меня, а другую Влюблен в другую И меня, и ребенка, что в живосе он не хочет Мне не понравилось, что вы отдали ювелиру То, что осталось вам от жены У меня были сбережения Я поговорила с ювелиром И забрала обратно Возьмите, пожалуйста Дочка Исуф Как может так поступить с этой девушкой, госпожа Сунгл? Не делайте, господин Кикмет Разве вы не знаете своего внука, ради бога? Исуф как бриллиант Смотрите, раз он так сделал Он знает, что делает Если бы знал, то подумал бы до того, как это случилось Но я знаю, что сделаю Что сделаешь? Господин Кикмет, пожалуйста, что сделаешь? Вернусь в село И он больше никогда не увидит моего лица Не делайте Не делайте, смотрите Господин Кикмет Господин Кикмет, минутку, пожалуйста Пожалуйста Исуф, останови машину Останови Ада, что ты делаешь? Ада, куда ты идешь? Ада? Ада? Куда ты идешь? Что делаешь? Делаю, что должна была сделать давно, Исуф Единственное, что ты должна сделать Так это пойти со мной, Ада Мы любим друга, хорошо? Остальное не важно Хватит, Исуф, хватит Я не выдерживаю Ты думаешь, легко? Смотри на тебя издалека Отказываться от тебя Любить издалека легко, думаешь? Легко? Ада, я тебя с Рюзгяром У Рюзгяра сегодня ночью умер отец Исуф, отец Я была рядом, потому что никого не было Ему некому, кроме меня, рассказать о том, что значит быть без отца Я была рядом, потому что он доверился мне Хватит Хватит уже, там улиц Не поступай так больше с собой и со мной Буду поступать, Ада Я буду отцом для этого ребенка И буду жить женщиной, которую правда любил Не сможешь Смогла, да Не сможешь, Исуф Смогла, да Не сможешь, Исуф Не сможешь Исуф На протяжении всей жизни у меня была одна мечта Когда я начала понимать все до сегодняшнего дня Я каждую ночь мечтала об одном Только лишь одна мечта Я держу за руки родителей Я между ними С одной стороны мама На ней плачев цветочек Взлетает из-за ветра Смотрит на папу и улыбается Потом я поворачиваюсь к нему К отцу, которого никогда не видела На кого он похож, как пахнет, даже не знаю Не могу понять, кто из них красивее Смотрю на него, потом на нее Не могу насладиться Потом Я между ними Держу их руки Очень крепко Будто если немного отпущу Они взлетят, как шары в небо Вот так Хочешь, разорви мое сердце Я ничего не скажу Возьми Душа тоже твоя И слезы пусть будут твоими Но Не проси, чтобы еще не рожденный ребенок Делил со мной мои мечты Не проси у меня этого, Юсуфу Умоляю, не поступай так со мной Я не смогу Наша история так прописана Что поделать? Примен Ты вынужден, Юсуф Мы вынуждены Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ты в порядке? Из-за того, что умер папа? Или из-за того, что женщина, которую я люблю, слезла с моей машины И уехала с парнем, которого любят? Сердце так сильно любит Я не знаю, какую боль ощущаю больше Я... С папой не мог делиться так, как ты Ты был маленьким всегда Был очень милым Папа всегда играл с тобой Ты не слезал с его шеей Я был старшим сыном Воспитывал меня жестоко по отношению к миру Поэтому У меня несколько моментов с папой, как у тебя Но есть один На протяжении всей жизни не забывал о нем Мне было лет пять-шесть Мы были на ферме летом Я играл в саду Увидел скорпиона Пытался руками убить скорпиона Скорпион поторопился и укусил меня Я кричу, ругаюсь Папа пришел Очистил я И сказал мне Если ты хочешь убить скорпиона Не стоит пользоваться руками, сынок Если ты хочешь избавиться от него То зажги огонь Скорпионы боятся огня А когда они не найдут выхода То сами пойдут в огонь Я был маленьким и не понял Когда вырос Я понял, где мне нужно быть В данном кругу или же за пределами Или он это Есть новости? Мама звонила Завтра идут с папой вместе Субтитры Рыжяр Рыжяр Не позволяй, что скорпион тебя убит Музыка. КОНЕЦ Тяжело быть одою Юсуфа. Вы откуда знаете Юсуфа? Не бойся меня. Я друг Юсуфа. Я не наврежу тебе. Он-то тоже думает о тебе. Наверху ада, внизу ада. И эта скамейка. Только блеск сразу появился в глазах от сердца, когда услышал о Юсуфе. Любишь его. Только истойчиво не понимаю. Ты Юсуфа, Юсуф себя. Любите так, будто половина друг друга. Зачем нужно расставание? Зачем вы так мучаете друг друга? Ребенок. Правда. Я уверен, что ребенок является настоящей причиной. Я никогда не видела отца. не знала его. Поэтому я не хочу, чтобы этот ребенок рос так же без отца, как и я. Не хочу, чтобы он сгибал шею вниз, когда видел, как отцы играют с детьми на улице. Не хочу, чтобы он ненавидел все запахи на свете. Только потому, что не знает запах отца. Я не хочу. Ты жгла на него. На папу. Из-за того, что он умер до того, как я родилась. Иногда. Иногда злюсь. Когда мама ушла в рай, например, если бы папа был жив, то не позволил бы, чтобы все это случилось. Когда люди меня расстраивали. Обижали. И если бы папа был жив, то не позволил бы, чтобы меня кто-то обижал. Когда отцы умирают до рождения детей, когда дети растут без отцов, злятся, хочешь не хочешь. Почему умер? Поэтому ни одна любовь на этом свете, ни одна любовь не может оставить без отца ребенка, который еще даже не родился. Да, мы не хотим. Нет, мы хотим. Не хотим. Катерина Как нас поздores. Как ни отдыхать. Так мы хотим. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ДЖЕФ ДЕТ Ялчин. Очень приятно. ДЖЕФ ДЕТ Ялчин. ДЖЕФ ДЕТ Ялчин. После того, как мой внук так поступил, как мне смотреть людям в лицо? Не делайте, господин Хитмет. Присядем немного, поговорим вместе, пожалуйста. Дедушка. ДЖЕФ ДЕТЯ Ты же заставил меня дать тебе пощечину в таком возрасте. ГОВОРИТ ПО-СЕЛЬНОЕ ВСЕЛИТ Ты опустил мою голову вниз, запятнал мою часть. ГОВОРИТ ПО-СЕЛЬНОЕ ВСЕЛИТ Молодец ты! ГОВОРИТ ПО-СЕЛЬНОЕ ВСЕЛИТ Почему ты так говоришь? ГОВОРИТ ПО-СЕЛЬНОЕ ВСЕЛИТ Что я сделал, что ты мне все это говоришь? ГОВОРИТ ПО-СЕЛЬНОЕ ВСЕЛИТ Раз ты любил другую, почему ты поиграл гордостью этой девушки? Девушка наверху плачет. Это подходит нам? Это подходит чести нашей семье? Что не подходит чести нашей семье, дедушка? В детстве я спросил у тебя, что такое любовь, помнишь? Ты сказал, что есть на свете та, кто смотрит, как я, чье сердце бьется так же, как мое. Кто плачет, как я. Кто смеется над тем, над чем смеюсь я. Сказал, что когда ее найду, тогда я пойму, что такое любовь. Я нашел ее, дедушка. Нашел ее. Не могу ни о чем кроме нее думать. И пойду и женюсь на Налян. Разве она и ребенок не будут несчастны? Все они будем несчастны. Сколько человек счастлив в этой жизни? Сколько человек уже не безна тех, кого любят? Тут есть ребенок. Жаль. Я столько тебя учил. Говорил, что человек живет ради своей чести. Я говорил, чтобы, несмотря ни на что, ты не брал честь под ноги. Но что ты сделал? Ты отпустил мою голову вниз. Жаль. Дедушка, куда ты идешь в такой час? В село. Пусть пропадает в Арстамбул. Не смейте за мной, не смей. Иисус, оставь, пусть идет. Немного успокоится. Куда он может уйти-то? Вернется, вернется потом. Не вернется. Не вернется. Он упрямый. Если сказал, что не вернется, то не вернется. 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 Не делай ничего, о чем потом будешь жалеть, Юсуф. Юсуф. Налян. Ты почему все это делаешь? Почему делаешь это? Почему пошла все рассказала дедушке? Чтобы не растить ребенка одной. Потому что я люблю тебя. Потому что люблю тебя. Что это за любовь? Ты думаешь, что можешь играть несчастьем старого человека? Правда, думаю, что у тебя получится. Как минимум, я борюсь за это. У меня есть то, что я должна взять с этой жизни, понял? Я никому это не отдам. И меня не волнует, кто будет расстраиваться и обижаться. Понял? Меня волнует только ребенок, что в животе. Больше ни о чем я не думаю. Я возьму ответственность за этого ребенка. Он не будет расти без никого без отца. Я его выращиваю, несмотря ни на что. Но я ни за что не женюсь на тебе, Налян. В то время, как люблю Аду. Поняла? Ни за что не женюсь. Куда, Юсуф? Найди дедушку, госпожа Сумру. Ты в порядке, Налян? Очень вас волнует, госпожа Сумру. Я лишь... Вы лишь хотите, чтобы Юсуф избавился от меня. С первого дня, что я тут, вы меня не взлюбили, ненавидели меня. Хотели, чтобы я уехала. Из-за того, что в вашей жизни никого нет, вы хотите, чтобы в нашей никого не было. Но не обижайтесь. У вас не получится. Вы не помешаете мне выйти замуж за Юсуфа и быть счастливой. Тяжело, дочка, очень тяжело. Даже если ты и выйдешь за Юсуфа, если отдашь за это весь мир, темнотой твоего сердца очень сложно быть счастливой. Увидим. Пришла. Добро пожаловать, дочка. Малышка. Что с состоянием? Что случилось? Ничего, невестка. Ада, как господин Рюзьяр? Как ему быть невестка? Так же, как и все, кто остался без отца. Тяжело, конечно. Пусть Бог даст терпение. Ада, не смотри так на дядю. Правда, смотри, как хочешь, ты права. Смотри, дочка. Я столько лет относился к тебе плохо. Делал разные позорные вещи. Ты все же не выгнал меня из дома. Знаешь, у тебя сердце, как у мамы. Она была такой же. И если ты даже покушался на ее жизнь, она ни внутри, ни снаружи не была плохой. Как и ты. Знаю. Для тебя очень сложно. Я сделаю все, чтобы ты снова меня полюбил и считал своим дядей дочкой. Ты больше не будешь вынуждена нести груз этого дома на своих тоненьких плечах. Если Бог позволит, то я в скором времени найду работу и тоже буду приносить домой хлеб. Дай Бог, ты простишь меня. Я пойду в комнату, не везко. Хорошо, дочка. Я пойду с тобой. Ты не в порядке. Давай, давай, дочка. Ты простишь дядю и полюбишь, чтобы твой дядя в нужное время съел все твое наследство. Не так ли, дочка? Невестка, дядя в порядке? На голову что-то упало? Клянусь, не знаю, дочка. Я тоже не поняла. Но если упала, то ладно. Дай Бог, я всегда буду таким. Клянусь, я полюбила этого нового Исмаила. Дядя, дай денег на сук. У меня нет денег, сынок. Алло, тебе сказал дядя, ты не слышишь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...